Ну и, собственно говоря, продолжая нашу тему, вот эту часть того, что происходит с нами в этом мире, хочу сказать следующее, что после того, как я завершила этот процесс, отработав в образовательном учреждении, я приняла решение, и мне оно как бы свыше было так тоже продиктовано. Во-первых, я переболела очень сильно, и в конце своей вот этой вот весенней тяжелой болезни трехмесячной я увидела сон во сне, ну не сон, а, скажем так, когда уже я вот была вот в этом состоянии между жизнью и смертью, сном и явью и так далее, и понимала, что как-то мне надо это завершать, переходить со мной судьбой. Получилось такое посвящение, я бы так сказала, то есть все свои вот эти события, я считаю, трансцендентными посвящениями. Когда я попала в храм, и в этом храме я видела учителя Иисуса и учителя Марию Магдалину, то есть вот этих вот двух владык света я увидела, они положили меня на стол, или я лежала на каком-то таком столе, надо мной был купол храма и такое большое стеклянное, как окно в небо. И вот это стеклянное окно, оно вот так вот как вот закрылось до полной темноты, и вот так открылось, и пошел новый свет, я начала выздоравливать. То есть когда мне уже помогли учителя света что-то стереть, может быть что-то перейти, но в принципе мне показалось, что я заново родилась. Может быть это моя была духовная какая-то такая практика очищения, и остатки вот этой неблагостной энергии вот действительно были, может быть, закрыты или стерты. Но я считаю, что я отработала, отработала я все, что я была должна, прошла я все, что я могла там пройти, возвращаться в это не хочу даже мысленно, потому что это примерно как вот спускаться в ад, вот спускаешься в ад, в адамические уровни, и ты постоянно взаимодействуешь с людьми, с которыми ты взаимодействовать не хочешь, с которыми нет никакого обмена, и которые ты приходишь, они все из тебя вот так сжирают, и ты возвращаешься, ты можешь только помыться, помолиться и снова делать это каждый день. Ну в общем, так можно сказать про любое служение, про любую работу, где люди трудятся действительно достойно и в медицине, и в образовании сегодня, и это очень много действительно достойных душ. Они проходят свои кармические уроки, то есть никому не надо помогать, никого не надо спасать, все проходят свои кармические уроки. Ну и вот, когда эта карма с нас счищается, мы получаем своего рода освобождение, то есть нельзя ничего сжечь, ни на кого перекинуть, ну как бы есть какие-то такие темные оккультные методы там скинуть свою карму на каких-то других людей, что собственно с нами, например, делают банки, когда на нас кредиты навешивают и так далее. То есть они накоплены, накопленный негативный этот потенциал раскидывают на этих ипотечников, на количество определенных людей, которые должны, в принципе, наверное, отрабатывать. Ну, кто-то живет очень хорошо, примерно так это выглядит, там живет, например, человек в Европе, берет кредит ипотеку под 0,5%, а человек в России, так как он в статусе раба вот этого божьего, вот этого ватиканского, он должен отрабатывать там за 20% эту же ипотеку. То есть таким образом происходит, ну, перекидывание кармы, ну, то есть как бы кто-то живет хорошо, но чтобы кто-то жил хорошо, кто-то должен нести, скажем, всю эту нагрузку, то есть оплачивать это своим трудом, болезнями, ну и так далее. То есть мир же дуален, то есть нельзя взять что-то, если ты это не заработал, и, условно говоря, кто-то, нельзя взять что-то, и эта пустота ничем не заполнилась. То есть кто-то должен ее заполнить. То есть ты взял определенную энергию, значит, ты должен равноценную энергию вложить. Вот это, в принципе, касается богатства. То есть человек достигает определенного духовного и материального блага, если он развивается, и ему все дается согласно его развитию, так же, как деньги приходят на тот или иной проект, либо не приходят. Если человек хочет взять деньги, не вложив туда ничего, то значит он завязывает, ну, очень неблагостную карму. Ну, потом ему куда-то ее надо слить. Таким образом находятся такие козлы отпущения, на которых это все скидывается. Ну, козлами отпущения являемся как раз-таки мы с вами, простые люди, которые в любом случае, так это или иначе, везде что-то набрали. Ну, какие-то там кредитные обязательства или еще что-то, или вообще духовно набрали каких-то долгов, то есть вечное чувство вины у них там перед этими или другими людьми, они что-то им обязаны. Вот из этого всего нужно постепенно выходить. И мы как свободные души, как славяне, как славный Ян-Ин, мы должны быть людьми, а не обезьянами, то есть без Яна, да, без энергии Ян. И мы должны просто возвращать. То есть, смотрите, есть очень просто... Вот цифровизация, да, нас все хотят что-то с нами сделать, вот цифровые там наши данные собирают, что-то еще. Ну, вот мой взгляд такой. Конечно, можно пойти написать там отказ, но я думаю сходить тоже, написать отказ от сбора моих биометрических данных. Но суть какая? Даже если кто-то возьмет Маиби или уже взял, и скорее всего уже это везде 300 лет там уже используется, потому что мы с вами, условно говоря, как сказать, везде в соцсетях, везде себя проявляем. То есть вот бери любую биометрию из тебя, любой момент. Бери любую там фотографию, сканируй, и ты уже все, ты уже в базе. Берет твою фотографию, паспорт, и у тебя тоже есть свои эти. Ну, когда кто-то пытается взять твое по праву рождения, сокровенное твое право, ну, допустим, я свободная душа, принадлежащая только создателю. Моя душа вернется только к источнику, когда придет на то время. Моя душа на этой земле выполняет свою задачу, свое предназначение. Она не принадлежит никаким структурам, никаким эгрегорам, никаким организациям. Я забираю все свои права и все свое наследное право вечного существа на то, чтобы продолжать быть свободной душой. Если кто-то без моего ведома это нарушит, то есть мы можем с вами просто сделать элементарную письменную практику. Мы можем сесть и написать в своем блокноте, своей рукой, потому что написано пером, не вырубишь топором. Не зря же так говорят, да? То есть мы можем написать с вами, что я такой-то, такой-то человек, свободная душа, имею право возвратить, востребовать все свои энергии, время, деньги, взятые у меня способности, все, что у меня взяли, вернуть себе по праву рождения. Если наша совесть, условно говоря, чистая, мы сами нигде не закосячили, то Вселенная очень быстро включит процесс возврата. Ну и что произошло у меня вот с завершением моей вот этой деятельности? Я как это наблюдала, да, что происходит? Ну, во-первых, я вотстребовала вернуть мне все свои вот эти энергии. От всех руководителей, там цепочки руководителей и же с ними. Все-все-все, что было, условно говоря, у меня украдено, взято, без моего ведома или обманным путем. После этого сразу же я пошла в город и подала проект на субсидию, то есть там 150 тысяч субсидия грантовая. Я была абсолютно уверена, конечно, что мне ее дадут, потому что все, что у меня взяли в виде исчезнувшего, там чего там психологов лишают, у психологов нет в образовательных учреждениях педагогического стажа, ну ты ведешь до хрена проблемных детей, ну ладно. В учреждениях, где детям 18 лет сполнилась, тоже не идет педстаж. То есть очень много таких вот нарушений. То есть какая разница, ты с детьми работаешь или ты штукатурмоляр? Ну раз разницы никакой, тогда давайте так, тогда человек об этом хотя бы должен знать. А то у нас идет такое, что вроде как, а другие преподаватели это получают, а ты не получаешь. Ну в общем вот такие вот издержки. И получается, что когда мы с вами востребуем то, что у нас вот вы сядьте, подумайте просто, возьмите блокнот и подумайте, посвятите этому час своей жизни. Напишите, я свободная душа возвращаю, требую вернуть у всех существ и всех энергий, не принадлежащих по праву рождения мне, не связанных со мной никакими контрактами и договорами, обманным путем используемые мои психические, физические, ментальные, духовные и так далее способности, то есть всех уровней ментальности, вибраций там, мерностей, всех моих тел во все времена требую вернуть, взятые незаконным путем. С помощью обмана, нарушения свободной воли и так далее, я запрещаю использовать мои цифровые, внешние, биометрические, психические, ментальные копии, структуры в разных мерностях, в разных направлениях запрещают, так как это принадлежит только создателю. И это неприкосновенно, это право неприкосновенно. Если вы это прописали и поставили там свою подпись, и еще пойдите сожгите, вот вам практика, которая просто многомерно вас закроет от всех видов вот этого, я бы сказала, царящего зла. То есть что происходит сейчас? Происходит определенное, ну, как вот хорошо сказал Сергей Юровский, мне очень он тоже симпатичен в плане его передачи, его открытых знаний на своем канале. Он открыто делится, молодец, я его прям люблю слушать. Простой такой дядечка, но столько у него хороших таких грамотных вещей, он говорит, наблюдений за жизнью, я бы сказала. И вот он говорит, Люцифер, что это такое? Любовь цифровая. Ну вот если расшифровать по славянской матрице, то получается люди цифровые, люди, любовь, первая часть, цифра. То есть любовь к цифрам, к суммам, к деньгам. То есть созданная определенная цифровая структура, в которой люди ради материальных благ, там, не знаю, как это вот в аккаунтах, да, ради того, чтобы набрать подписчиков, там, душу дьяволу продают, ради того, чтобы у них там была популярность. То есть вот эта вот любовь цифровая, это и есть то, что с нами сейчас происходит. Это и есть вот этот, я думаю, третий всадник, о котором говорят, что мы с вами должны осознать, осознать, ведь нас же никто не... Ну побежал, ты написал бумажку, я отказываюсь от передачи цифровых данных, но ты-то их уже 500 раз передал. Ты в своем собственном телефоне каждый день своим пальцем припечатываешь печать, что да, это я здесь, в этой реальности живу. Забери сейчас телефон, как люди себя чувствуют. Я на дачу приезжаю, у меня исчезает связь, исчезает любая связь, я полностью очищаюсь, чувствую себя абсолютно радостно и свободно. Пишу для вас вот эти вот видео для того, чтобы передать хоть немножко этой энергии, когда тебя никто не вампирит, у тебя нет откачки, когда ты просто свободная душа. Идет энергия по всем каналам, по всем структурам. Ну и вот когда я это все первый раз прописала, проговорила, вот я с вами делюсь, берите, пользуйтесь на здоровье. Вот, я вижу сон, я про него рассказывала, что у меня происходит, что я прихожу в то учреждение, где работала, мне подносят книгу, и в книге у меня расторжение моего контракта с сущностью, которая называется Лорд Винздей, то есть тот, который владеет нашей структурой образования. Я, значит, открываю, я вам рассказывала сериал Винздей, все знают, это Винздей, этот сериал, оказывается, я одна не знала. И, в общем, там вот эта девочка с оторванными руками, это вампирша, и там вот это вот все, что связано как раз с дебилизацией, то есть вот она, дебильная голова, у которой увеличены череп, у нее большая часть верхней головы, у нее тупые глаза, она вся там пьет какие-то вампирские продукты, то есть вот это вот то, что, и вся одета в школьную форму, то есть такой зомби-ленд, который хотят сделать из детей, которые, ну, в принципе, все вынуждены ходить в систему образования. И дай бог, чтобы был хороший директор, хорошие учителя, и все об этом молятся, но на самом деле альтернативная среда, конечно же, у нас не создана. Ну и я вот таким маленьким своим, пускай маленькими шажками, с Божьей помощью думаю, ну и открою я свою небольшую студию для настоящих детей, у которых еще есть шанс, которым родители этот шанс дадут. И пусть это будет такой небольшой вклад, который я могу осуществить, то есть преподавать и делать с ними творческие, образные проекты, учить их, тех, кто словом одарен, а не тех детей, которых уже я спасти не могу, которых невозможно им уже ничем помочь, и я их вот, слава богу, переправила по своей карме, куда там полагается, и отпустила. Пусть идут с богом, и пускай это уже не в моей компетенции разбирать их дальнейшие судьбы и пути. Моя жизнь сложилась именно так, складывается так и наилучшим образом. И вот, понимаете, когда это произошло, я увидела, что я расторгаю договор с этим существом, я же этого не знала, я не знала про это существо. То есть была подпись, что я свободная душа, то есть всё, я свободна от этого. Я так посчитала и Грегора, сущности там или кого, мы не всё знаем, мы вообще не понимаем, кто там нами управляет и правит. Но если душа пробудилась, если она осознанно принадлежит только Создателю, никто никогда не может её использовать, понимаете? Потому что есть высшая защита света. И эта высшая защита света, она нас просто вот так закрывает, как щитом, и никто нам ничего не причинит. То есть нужно воспитывать в себе бесстрашие и вот эту смелость духа, а не вот эта вот, знаете, рабская, ой, или какая-то тупая борьба с ветряными мельницами. Вот я побегу и напишу в банк отказ, а я побегу и напишу отказ ещё куда-то, а я везде-то не напишу отказ. Откуда я могу знать, кто вообще взял мои данные, кто вообще где их использовал, откуда я вообще вот это всё могу знать? В принципе, вот моих цифровых там этих копий миллион, потому что я сделала кучу проектов, кучу всего, где мои видео, фото и так далее. Это моя собственность, принадлежит только творцу всего сущего. Всё. Это суверенное право, никому не принадлежит, понимаете? Никто не может взять. Даже если где-то кто-то меня обманул, я возвращаю эти права, по праву суверена. Никто не возьмёт неприкосновенные души, понимаете? И пусть они попробуют снимать всё, что угодно, создавать какие-то цифровые рабские государства, что бы они ни делали. Ну, вы просто поймите, люди, что это всё зависит от степени осознанности вашего развития. И когда вы будете читать, вот почитайте, я вам рекомендую вот эту книгу, вы поймёте, что на самом деле такие вещи существуют очень давно. То, что нам рассказывали, как страшные сны и легенды, это оказалось совершенно вообще-то правда. И вот то, что я читала в русской, в классической литературе, это всё давным-давно существует. Миром давным, во все времена, мир вот он одинаковый, им правят определённые уровни структуры, структуры дают допуски. И вот этому товарищу, который назывался вечно живущим, дали тайные знания, он получил уникальный эликсир. Что он делал? Он жил с женщинами, менял этих женщин, превращал их в биорабов, и когда они умирали, он давал им вот эту эссенцию и сохранял их тела в консервированном виде. Они не разлагались. И когда он приезжал, у него был склеп, в котором лежали эти гробы, этих женщин, что меня больше всего потрясло. И он, открывая их матрицы, скажем так, те же самые матрицы тела, сохранённые, он открывал их матрицы, смотрел на них и заставлял их одну петь, другую музицировать, третью там, возможно, заниматься с ним какими-то извращениями, которых, ну, уже писательница просто не описывает, то, что нам сейчас известно, да. И это всё происходило, ну, там, условно говоря, 150 лет назад. Что это такое? Да это то же самое, что берут вашу там цифровую копию и с вашей копией что-то там делают. Ну, условно говоря, занимаются с ней там виртуальными какими-то делами или ещё что-то, ну, не будем называть это все умные люди. Вот. Это говорит только о том, что человек, который, вот эти девушки были страшно, страшно, скажем так, я бы их назвала несчастными душами, которые просто ничего этого не знали. Вот они влюблялись в этого человека, они ему всю свою жизнь посвящали, потом они умирали, он их там, условно говоря, коллекционировал. И вот это длилось столетиями. То есть столетия эти, 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 как их, господи, замки содержат просто катакомбы сохранённых вот этих вот тел. Да, может быть, это так и есть, и мы об этом даже не знаем, что кто-то употребляет в пищу, извините меня, тоже не буду, не хочу тут всё говорить, то есть суть какая, что мы с вами можем защитить себя только силой своей мысли, только силой своей мысли. Ну, хорошо, можно, конечно, где-то, как там многие юристы там рекомендуют, ну, сходить ещё отказ написать, да, подтвердить, опять же, что этот отказ за собой повлечёт, что вам заблокируют счета или и так далее. То есть, ну, как бы, много таких факторов, в которых мы живём в этом мире. Мы с вами рассчитываемся этими карточками. Мы в любом случае вот в этой всей системе функционируем, но, может быть, мы для этого и родились, чтобы это осознать, пробудиться, эту матрицу сломать изнутри. Мы можем её только изнутри сломать своим светом, потому что есть свет, который вас просто как вот портал, знаете, откроется, и вот эта энергия вас вот так вот, как это в космос, выкинет, и вы начнёте жить совершенно другой жизнью, если, как всё это будет просто мимо вас вот так лавировать, лавировать, и мимо вас проходить. Вот сейчас все обязаны участвовать в выборах. Вот должны преподаватели работать на выборах, потому что они бюджетники. Ну, какое счастье, что я не обязана работать на выборах. Вот. Какое счастье, что я из этого вышла. Ну, для этого я тоже совершила определённый шаг, определённый труд, и очень много трудилась, что духовно, да, и физически, чтобы мне освободиться от этой деятельности и открыть, запустить свою. Поэтому с Божьей помощью я верю, что всё получится. И вот это вот, что у нас, собственно говоря, за лето произошло, это вот деньги, которые мне выделил город, я на них купила, всё, что мне было необходимо. У меня старый достаточно стал уже ноутбук, три дочери, каждый нужен компьютер. Мой ноутбук уже исчерпал своё. Пять лет я работала на рабочем компьютере, и сейчас у меня появился хороший, дорогой ноутбук. У меня появился принтер, дополнительная техника, необходимое оборудование, аренда своей студии за год. В общем, я вошла в какой-то такой замечательный виток жизни. Но, опять же, я не считаю, что это мне повезло и на меня свалилось, не зашло какое-то везение. Это просто результат твоего собственного труда. Вот. И чего и вам желают. То есть развивайтесь и трудитесь в том, что действительно как-то этот мир улучшает. Делайте то, что от вас зависит, и вы тогда получите тоже своего рода привилегии, бонусы и дары. И что ещё хотелось сказать? Обязательно читайте вот такие классические источники, потому что они уже проверены временем. Этого автора уже нет, но её имя навсегда вписано в матрицу Земли. Этого автора нет с нами физически, но, возможно, он населяет как раз-таки те высшие сферы, которые помогают сейчас нам и откуда виднее, что с нами происходит. И эти книги попадают к нам не случайно, а чтобы мы тоже могли получить вот эти духовные тайные ключи за семью печатями, которые позволяют тебе открыть уникальные тверцы для будущего изменения, для трансформации. Вот, дорогие друзья, конечно, пока я была на даче, я вот снимала такие видео, связанные больше с природой, с красотой, как я совершенствовала свой дом на даче, какие у меня там происходили события, но на самом деле там нет возможности, не было у меня вот сесть и так вот с вами побеседовать душевно, потому что на даче всегда есть дети, семья, муж, родители, кто-то приходит, приезжает. Сейчас получилось так, что там оказалось у меня ещё коллега, которая тоже занимается практиками, ходит по горам и делает всякие танцы, женские круги, ну, в общем, Наталья. Получилось так, что у меня оказался там ещё и человек, который меня приглашает на мероприятие, то есть я даже их сейчас условно даже не организовывала, они сами организовались, но это всё знаки того, что сама вселенная выстраивает тебе путь, она помогает тебе, потому что ну, не она, скажем, вот эти вот, может быть, светящиеся учителя космоса, они на самом деле всегда нас ведут и нам помогают. И главное не отходить от своей кульминационной задачи, от своей главной задачи, такой как, там, вот у меня это написание книг, да, я работаю на самом деле психологом, да, я иногда и много лет совмещала и работала в образовании и так далее, потому что быть писательницей просто самой по себе, но надо иметь, наверное, какую-то, я не знаю, известность, такую прям популярность, не знаю, когда-то может это со мной случится, вот, ну и, конечно, я за это лето поняла, что так классно писать свои картины, оформлять свои проекты, писать свои книги и не делать ничего, что не связано с твоими проектами, но это, наверное, вот такой высший пилотаж, к которому когда-то я приду, и вот Вера Рочестер, Крыжановская Рочестер, она была женщиной, я так полагаю, все-таки дворянского происхождения, потому что на некоторых фотографиях я посмотрела, она является такой женщиной красивой в шляпе, то есть, и, кстати, был такой необычный сон у меня на даче, я тоже задавала вопрос, вот, когда эти всякие открытия врат льва были там, ну, вот эти астрологические сильные дни, так же все на слуху сейчас, и я задавала, но я это никак особо и не знала, что это там, да, открытые врата, просто я чувствую, идет поток энергии, и я вот хожу по даче, и прям вот испытываю, знаете, вот волна света находит, и я вот в нем просто пребываю, и у меня такой идет свет через меня, от меня, на фотографиях даже, светящиеся фотографии, ну, надо же, прям реально, как батарейки заряжаемся, светимся, то есть, мы должны с вами достичь вот этой светимости, и тогда нам будет, вот знаете, вот по хрену, извините за бедность речи, на всю эту цифровизацию, дебилизацию, хренализацию, и что только с нами не делают, потому что, когда ты свой выбор духовный совершил, ты и спасен, о чем и говорил наш учитель, тот, которого распяли, и который прошел страшные трагедии на земле, но тем не менее, он был ведический учитель, и многие нападки сейчас на то, что вот это евреи, это их, они нас пытались закабалить, да, религия всегда была каким-то образом используема, но опять же, и в религии есть люди светлые, и есть церкви очень чистые, и есть святые служители, которые действительно такие места сохраняют, и вот тот источник святой, куда я вожу людей на Петухов Лог, под Таштаголом, это просто место настолько чистоты, и настолько сакральное, что в этот раз, окунаясь в эту воду, она ледяная, а я в нее входила как будто бы, вот знаете, как в очищающую вот такую ванную, и действительно, я после того, как ушла от этих всех вот больных детей, от людей, с кем мне приходилось контактить, с тяжелыми людьми, я нуждалась, конечно, в такой духовной очистке, и когда я туда людей привезла, и впервые за много лет узнала, что вот этих святых старцев, вот эти большевики заживо в этих могилах закопали, и потом через 50-ти сколько-то лет, оттуда начали бить родники, ну это для меня просто было, знаете, вот такая трансформация, посвящение, что это место, где люди мученически, за веру отдали свои жизни, а мы говорим про какие-то биослепки, и эти люди навсегда поднялись в высшие миры, то есть что бы ни делали с нашими телами, с нашими цифровыми матрицами, всегда есть высший свет, высшие инстанции, которые откроют порталы, которые выпустят эти заархивированные души, я вспомнила, и вот купаясь, окунаясь в эту воду этих святых, это как слезы этих старцев, через столетия, оставленные нам, у меня эта мысль просто потрясла, она вот у меня даже вызывает поток энергии, и окунаясь в эту воду, погружаясь в этот источник, ну реально люди исцеляются, и от рака, и от тяжелых заболеваний, но туда нет дороги, только электричка, там 5 часов едешь от города, туда нет никакого транспорта, там вообще нет связи даже сотовой, то есть ничего не ловит, там вот абсолютно отсутствие цифровизации, да, Люциферу места там нет, потому что это место святых старцев, выкупленное их жизнями, их душами, их телами, их духовными деяниями, поэтому, дорогие мои зрители, кто еще будет смотреть это видео, можете поделиться, я хочу сказать одно, что для чистых душ это все не страшно, и даже убив нас, убивая наши физические тела, пытаясь закабалить нас на всяком вот этом уровне, они никогда не смогут забрать матрицу души, ни при каком основании, ни при каких ситуациях, то есть как только матрица души сформирована, она свободна, все, это вселенский закон, и только пусть попробует вот мою биоматрицу, мою вот эту биоэнергетический сгусток кто-то взять, я думаю, что будет очень серьезное наказание с вышестоящих инстанций, потому что это очень сильно следится, то есть одно дело, когда падшие души, которые заблудились настолько, что они идут на утилизацию, на устранение, их стирают, перевоплощают, и они быстренько-быстренько, как вы знаете, то в тело животного, то в тело там, в лучшем случае, человека какого-то, они как-то вот туда-сюда прыгают, а есть души, которые все-таки много-много шли к тому, чтобы освободиться, от воплощения на этом плане, от развития каких-то вот этих вот, с ними таких вот неприятных событий, то есть я думаю, что это все как-то вот высшими планами, оно уже продумано, мы как-то все так, знаете, приучены думать, что с нами что-то происходит, это происходит само по себе, вот самые главные страхи, да, нас вот убьют, война, или нас сейчас вот в цифровой концлагерь засунут, уже даже физический концлагерь создать трудно, поэтому сделаем цифровой, да, ну чушь собачья, конечно, поэтому, если вы на это сами, если вы свои потребности смирили, и не ходите, не берете бесконечно кредиты, если вы не застряли в долгах, если у вас все нормально с финансами, со своей жадностью вы поработали, да, с ревностью, с собственничеством, то есть, пожалуйста, все, все можно изменить, ну и, конечно же, друзья мои, завершая это видео, хочу вам сказать одно, а, ну, про сон-то забыла сказать, что мне приснилось на даче, и последнее, вот одно из последних, я ходила и думала, как бы сделать часовню матери мира, и вот часовню, думаю, ну, вот надо делать как-то вот этот парк, или, ну, что-то делать, какой-то центр, на что это делать, где взять 200 миллионов, мне пришло так отцы, пришло 200 миллионов, думаю, где взять 200 миллионов, чтобы вот сделать это, вот эту зону всю такую, духовным центром, парком, и потом думаю, ну, ведь у матери мира есть все, все абсолютно эти, как кристаллы, и можно материализовать это, ну, когда-то, наверное, материализуются, и мне приснился такой сон, после вот этого запроса, что-то у меня есть такой запрос, я его прочитала в двух жизнях, и меня это вдохновило, как Левушка воздвиг и создал вот эту часовню матери мира, где он положил розу в основание, ну, то есть, короче, там, сакральный такой момент, кто читал, знает, вот, и был посвящен тому, чтобы это сделать, ну, думаю, ну, вот, было бы вот возможность, не знаю, в общем, была бы такая мысль, о духовной такой статуе, о труде, о таком творческом, ну, и, короче говоря, снится мне сон, как будто бы приходит такая женщина в черной шляпе, чем-то, кстати, вот на Кражиновскую похожая, и она мне говорит, вот здесь у тебя, вот смотри, дворец, там такой дворец белый возвышается, уже не моя дача, не мой там этот домик, а дворец, такой белый, с белого мрамора, а вот здесь, говорит, будет стоять статуя женщины с книгой, и вот эта статуя книги, посвященная, что вот ты создала эти книги, в этот мир принесла, ну, что ты этого достойна, у тебя это будет, ну, что-то такое, короче, был такой фантастический сон, я проснулась и подумала о том, что да, вот эта статуя книга,